Расследовать случаи похищения людей в аннексированном Крыму с таким требованием под посольством России в Киеве в 32-й раз собрались представители Меджлиса, Крымско-Татарского народа, правозащитники и неравнодушные украинцы. Митинг поддержала и наша съемочная группа. Подробности далее в сюжете. 32-й по счету протест, где рвин под стенами посольства Российской Федерации в Киеве. На акцию, посвященную пропавшим в оккупированном Крыму людям, пришли два десятка активистов. А в этот раз организаторы решили провести одиночный пикет и исполнить первую жертву оккупации Решата Аметова. Сегодня мы вышли на акцию одиночный пикет в память о Решате Аметове, первой жертве насильственного исчезновения на территории Крыма и вообще первой крови на территории Крыма. 3 марта 2014 года сначала он пошел в военкомат, так как была объявлена мобилизация. Потом его заметили на одиночном пикете под Верховной Радой Крыма. Простоял он довольно недолго и его отвели люди из так называемой крымской самообороны в неизвестном направлении. За время оккупации 45 людей были насильно задержаны. 15 из них до сих пор считаются пропавшими без вести. Шестерых нашли мертвыми со следами пыток. Я просто сам из Севастополя, крымчанин. Эти парни, таблички с их именами, которые мы держим, тоже наши земляки, которые исчезли в Крыму. Они не сдались кацапам, они боролись. Один из этих парней, Вася Черныш, пропал в начале оккупации и 5 лет о нем нет никаких вестей. Акция «Где Ирвин» проходит ежемесячно под стенами посольства Российской Федерации в Киеве после того, как пропал Ирвин Ибрагимов. Он был похищен около трех лет назад недалеко от дома. Как показали записи с камер видеонаблюдения, установленные в магазине недалеко от места похищения, Ирвина остановили сотрудники в форме Дорожно-патрульной службы, полиции и насильно посадили в свой микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. На протяжении этого времени правоохранительные органы в Крыму не проводят расследований и не предоставляют никакой информации о том, как ведется расследование по факту похищения Ибрагимова. Анна Романовская, Александр Бугай, UATV.